Отчёт о пребывании в Мариэл почти в режиме онлайн. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Павел Астахов в ходе своего визита в республику не расставался с мобильным. Информация обо всём увиденном и услышанном сразу оказывалась в его твиттере. Детский омбудсмен побывал в нескольких детских учреждениях республики. То, как устроен быт в специализированном доме ребёнка у Павла Астахова вызвало особый интерес. Сегодня в Мариэл это единственное учреждение, в котором воспитываются такие малютки. У каждого из них своя история. Вот, например, Алёнушка. Ей уже годик, а к ней ещё ни разу не приходили родители. Они просто отказались от своего ребёнка. Мы растём. Вы бы видели, какая у нас Алиса была. Я каждый день на работу приходила, думала, 5 грамм прибавила, и я очень довольна была этим обстоятельством. К счастью, такие дети всё же находят новые семьи. Кого-то, отдумавшись, забирают собственные родители. Практически сразу после визита в дом ребёнка Павел Астахов выложил сообщение в твиттер. В прошлом году 44 здешних ребёнка нашли новую семью. В 2012-м их уже 23. Или, например, вот запись. В Мариэл работает школа приёмной семьи. Всё больше и больше взрослых людей задумываются о судьбе сирот. Спасибо вам. Уже в интервью нашему телеканалу детский омбудсмен выразил своё категорическое мнение по поводу установки в некоторых российских городах специальных контейнеров для детей-подкидышей, так называемых бэби-боксов. Когда мы создаём бэби-боксы, мы поощряем безнаказанность и отношение к своему ребёнку, как ненужные вещи, которые можно просто пойти и утиль сдать. Поэтому здесь выгоды от бэби-боксов ни одно государство мира ещё не получило. Те, кто в своё время устанавливал в Европе, отказываются от этих бэби-боксов. От них отказались сейчас в Венгрии, в Швеции, в Великобритании. В Японии отказываются от них. Хотя в Японии распространена такая практика, что можно ребёнка сдать. Но у них существует в каждом медицинском учреждении просто возможность сдать ребёнка. Поэтому сами по себе эти бэби-боксы – это чуждое нам абсолютно явление. И оно неприемлемо хотя бы с точки зрения законодательной. Посетил уполномоченный по правам ребёнка и детские лагеря республики, где Павел Астахов в буквальном смысле слова выискивал, к чему можно придраться. Нашёл, но скорее по мелочи. Например, исписанные детьми матрасы. В целом работой с санатория-профилактория остался доволен, о чём Астахов тут же написал в Твиттере. Всё же в республике сегодня работает 17 загородных оздоровительных лагерей. И все они объединены в ассоциацию. Кстати, в этом санатории сейчас отдыхает более 260 детей. Условия у них стандартные. Все условия у каждого в номере. Пяти, в зависимости от показания. Шестиразовое питание. Они не просто находятся в детском оздоровительном лагере, они у нас ещё и на лечении. А во мне калекулярное время. И здесь им организуется учебный процесс в рамках объёма средней школы. О детях-сиротах, об опекунстве, патронаже, о важной роли замещающих семей Павел Астахов говорил уже более подробно на встрече с журналистами. В частности, оценил опыт нашей республики по организации специальной смены для приёмных родителей, в рамках которой новоиспечённые мамы и папы находят общий язык с приёмным ребёнком. Отдельный вопрос обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей. К слову, в этом году в Мариэлл будет сдан очередной дом на 69 квартир для детей-сирот. Реально обеспечить право на жильё. То, что сделали в конце 30-х годов в Америке, то, что сделали в конце 40-х годов во Франции, Шар-де-Голь, Рузвельт, всё. Строишь дом, 15% отдай в социальное жильё. Не хочешь, у тебя элитное место, отдай деньгами, пожалуйста. Всё, вот это закон. Ты не получаешь строительную площадку, пока ты это не подпишешь, обязательства. Вот надо было что сделать. 5-10% если бы отдавали, не было бы этой проблемы вообще. В числе рекомендаций Астахова, которые должен учесть уже детский омбудсмен в республике, создание во всех образовательных учреждениях служб примирения. Их функция – разрешать школьные конфликты. Кстати, уехал Астахов из Мариэлл не с пустыми руками. Для него ребята приготовили подарки. Впечатлила гостья и прогулка по Ишкарале, во время которой Астахов сделал несколько фотографий. Вероятнее всего, он ещё опишет в Твиттере свои более подробные впечатления о Мариэлл.